Самый дорогой автомобиль здесь, который продается в автосалоне Атлант М на Боровой, это вот этот Lexus RX. 2 литра бензин, 2022 год, 30 километров заявленный пробег. То есть, по сути, автомобиль без пробега. 277 904 белорусских рубля. Джили Тугела на кожаном салоне на автоматической коробке передач с панорамной крышей. 2021 год, 78 79 тысяч заявлен пробег. 2 литра турбобензин, 248 лошадиных сил, 100 тысяч белорусских рублях. Смотрите, целая куча вот таких вот. Рено, Рено Докер, 1.5 дизель, 2015 год. В механике 22 117 белорусских рублей. Курс. Ну, здесь, конечно, по кузову нюансиков достаточно много. Ах, вот такие вот сколы, они все позамазывали краской. Но все равно коррозия, конечно, присутствует. Не без этого. Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи. Имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Всем привет! Ну что, мы приехали в одну из минских, ну не сказать автокомиссионка. Это автосалон Atlant M. Посмотрим БО автомобилей. Здесь их достаточно большое количество. И здесь как раз-таки много коммерческого автотранспорта. Вот покажи. В ряд стоит целая куча каблуков. Там бусы есть. Мы начнем сначала с коммерческого. Погнали! Ну и сразу начнем. Это Lada Largus 1.6 бензин 2017 года на механике 266 тысяч. По крайней мере заявленный пробег 23243 белорусских рубля. Да, здесь цены все в белорусских рублях в этом автосалоне. Есть вот такие вот вмятины на арке. Пятиступенчатая механика. Тканевый, понятное дело, салон. Но есть, есть нюансики мелкие. Такие вот вмятины. Такие вот жучки, коррозия. Если понизу там, я не знаю, если что-то видно. Так. Ну еще по аркам тоже тут можно видеть. Подмазывали все. В принципе прям какой-то страшной коррозии пока я не вижу. Но тем не менее. Вот такие потертости на заднем бампере тоже присутствуют. Но здесь уже и вздутие присутствует на задней арке. Ну опять же коммерческий транспорт. 17-й год. Пробег 266 тысяч. Ну все может быть. И пошли, смотрите. Целая куча вот таких вот. Рено. Рено Докер. 1,5 дизель. 2015 год. 264 тысячи заявлен пробег. На механике 22 117 белорусских рублей. Курс примерно на момент съемки видео 2,9. То есть 2 рубля 90 копеек это курс одного доллара. То есть эту сумму надо поделить на 2,9. Или 2,9. Вот примерно как-то так. Кому надо более точно, смотрите на момент, когда вы смотрите это видео. Курс. Ну здесь конечно по кузову нюансиков достаточно много. Вот такие вот сколы они все позамазывали краской. Но все равно коррозия конечно присутствует не без этого. Видно вот подкрашивался. Даже бампер закрасили. Фонарь задний вот так немножко болтается. Здесь вот такие вот сколы красочного покрытия. Ну подмазывали. Видно, что кто-то там символически это все тяп-ляп, что называется, подкрасил. Здесь вмятина. Ну такие с нюансами. Ну по цене получается 22 1117 рублей. Я не знаю, тысяч 7 с копейками наверное. Может под 8. Ну как я уже сказал, калькулятор вам в помощь. И смотрите на момент. А здесь он уже по морде получал. Вон шпаклевка потрескалась. Полсантиметра, миллиметра 3-4 уже точно шпакля лежит. Еще один докер. Мы все прям подробно смотреть не будем, выборочно. Где-то просто более бегло. Цена машина. 1,5 дизель, 15-й год, 285 тысяч пробег. Механика 21 546 белорусских рублей. Ну тоже все примерно как и у предыдущего. Вот такие вот потертости, сколы. Все это замазано, подмазано. Вмятины также по кузову присутствуют. Ну это, ну здесь уже вон можно видеть. Вот тут еще и шпаклевочки на задней двери. Видно, лупили его беднягу. Ну вот примерно штуки 3 подробно более покажем. А там уже такие сколы. Ну и коррозия, ржавчина легкая присутствует. Ну не сказать, что тут прям порогов нет. Нет, они вроде как есть визуально. Прям какой-то гнили там сквозной. Коррозии ее не видно визуально. Но тем не менее, все равно. Такие вот моменты, то есть подуставшие автомобили на самом деле. Это докер. 1,5 дизель, 15-й год, 300 тысяч пробег на механике. 20 335 рублей. Состояние я примерно показал. У них у всех примерно одинаковое. 15-й год, тоже 1,5 дизель. 300 тысяч пробег. 21 800. Здесь 11-й год, 1,6 дизель. Но это уже Ситроен Берлинга. 440 почти тысяч заявлен пробег. 1,6 дизель. 14 539 белорусских рублей. Из нюансов треснуто лобовое стекло. Такая вот засечка, коррозия, жуки. Ну и здесь уже, да, здесь уже сквозная коррозия. Вон, часть капота выгнила. Здесь уже такой, даже похуже визуально. Ну, видно, вот тут вот подмазывалось вокруг ручек. Ручек у них гниет. Здесь вот такие вот повреждения. В среде небольшого ДТП. Пух, блин, тут края дверей позгнивали. Все, непонятное дело, в бомж комплектациях. Это неокрашенные бампера, неокрашенные зеркала там. Совсем-совсем. Так, еще один докер. 15-й год, 1,5 дизель. 21,800, 300 тысяч пробег. Докер, 15-й год, 1,5 дизель, 300 тысяч пробега, 21,800. Здесь докер, 15-й год, 1,5 дизель, 21,800. Что, не все по 21,800? Нет, это 21,200. Все то же самое. 15-й тоже год, дизель. 21,200. Это 21,800. Здесь 21,800. Блин, это евроопт, походу, какой-то. 21,800. И последний. А последний, я смотрю, без цены. Ну, судя по всему, я могу предположить, может, евроопт какой. Ну, что это вообще? Ну, какая-то, в общем, контора по доставке, наверное. Может, продуктов каких. Поэтому состояние у них, ну, подуставшее. Пробеги у всех в районе 300, плюс-минус. Здесь универсал. Еще можно видеть комплект резины идет. В придачу. Вот такая вот Skoda Fabia. 200,000 заявленный пробег. 1,2 бензин. 2006 год на механике. 13,114 белорусских рублей. Меньше 5,000 получается по теперешнему курсу. На тканевом салоне. Ну, тоже вот как-то так это все дело выглядит. Также внутренняя часть арки выглядит как-то так. Ну, видно, видно, подкрашивали пороги гравитексели. Ну, это и понятно, шестой год. Бампер не в зазоре. Ну, таких вот косячков, конечно, более чем хватает. Opel Corsa. Opel Corsa 1,3 дизель. 11-й год. 320, почти тысяч заявлен пробег. Ну, по пробегу не знаю. Ладно, под вопросом. Мне кажется, что должен, по идее, быть больше. Но, в принципе, может быть. На механике 17,467 белорусских рублей. Тут ступенчатая механическая коробка передач. Тканевый салон. Вот такие вот нюансы по кузову присутствуют. И без этого коррозия по аркам. Здесь вот можно видеть. Тоже требует он косметических работ. И на переднем крыле, и на двери, можно видеть. Ошелушилась красочно здесь потертость. Ну, такие достаточно запискоструенные. Передняя оптика, требующая полировки. Ну, здесь уже что-то у нас посвежее. Astra в универсале. 2016 год. 1,6 дизель. 184 тысячи заявлен пробег. Автомобиль на механической коробке передач. 33 тысячи 27 белорусских рублей. 11,5 плюс-минус тысяч долларов. Ну, так, на скидку. Да, механическая коробка. Тканевый салон. Ну, визуально на первый взгляд выглядит неплохо. Но, опять же, судя по всему, может быть, я могу предположить, что пригнанная из Европы. И российский автопром. Лада Веста. 1,8 литра. На пятиступенчатой механике. 34 704 рубля. 18-й год. 102 пробега. 1,8 бензин. Механика. Из нюансов треснуто. А нет, не треснуто, кстати. Показалось, что треснуто. Лабаш. Ну, сейчас за эти даже лады. Вон, новые, блин. Гранты по 14 тысяч стоят. Весты в максималках тысяч под 25. Ну, так, на скидку. Это если мы про новые говорим. Да, понятное дело, что цены за год, я неоднократно это говорил, что улетели куда-то в космос. То есть, бэушки поднялись в цене процентов на 30. Ну, а новые чуть наполовину. И даже бывает и больше. Зофира 1,7 дизель. 2009 год. На механике. 221 тысяча заявлено пробег. Вот здесь пробег совсем не верится как-то. 23 339 рублей. Из нюансов можно видеть следы небольшого ДТП. Крыло на выброс, на добрый толк. Треснута передняя фара. Комбинированный салон ткань кожи. Механическая коробка передач. Есть по кузову вот такие вот моменты. Вздутие на арках. То есть, следы коррозии тоже присутствуют. Volkswagen Polo. Рестовый. В нормальной, более-менее. В средней, наверное, комплектации плюс-минус. 15 год. 1,6 бензин. 178 тысяч пробег на механике. 32 216 белорусских рублей. Здесь Lada Vesta. 35 158 рублей. 35 158. 207 пробега. 18 год. 1,6 бензин на механике. 35 тысяч с копейками. Ну да, такая комплектация тоже более-менее. Подогрев передних сидений. Кондиционер присутствует. Suzuki Grand Vitara. 2,4 бензин. 156 тысяч заявлен пробег. Но это 14 год. 14 год на механике. 40 953 рубля. 40 953 рубля. Ну такие скольчики, конечно, присутствуют. Их тут достаточно много. По кромке коррозия также есть. На тканевом салоне. Ну да, и тут вот по задним аркам некрасивенько. Тут, конечно, все замазано. Но коррозия, ржавчина легкая присутствует. Не без этого. Ну, кстати, из плюшек дополнительно еще комплект резины в придачу. Здесь Hyundai Accent 1,6 бензин. В 2018 год 154 тысяч заявлен пробег. На автомате 40 953 белорусских рубля. Женого просят. На автоматической, я сказал, коробке передач. Ну есть, есть. Вот здесь присмотреться. Здесь вот на двери небольшая вмятина. Играет немножко. Здесь вмятина на задней крышке багажника. Вроде мелочи, но, конечно, неприятно, если вы относительно свежий автомобиль берете. Здесь следы небольшого ДТП по заднему бамперу. Где-то то ли столбик, то ли кто-то его догнал. Царапины есть. Здесь Peugeot 508. 2015 год 1,6 бензин. На автомате 167 тысяч заявлен пробег. 46 тысяч 162 белорусских рубля. Хорошая комплектация на автомате, на коже. Хотя ни люка, ни панорамы нет. Есть вот такие вот небольшие вмятинки на задней арке. Незначительные, но тем не менее. Здесь вот такие вот моменты. Сколы, видно, подмазывали. Это все подтамповывали. Здесь вот сколы в внутренней части арки. Сколы красочного покрытия. А, ну здесь вот вообще прям беда. Можно видеть. Такие прям большие сколы лакокрасочного. По арке идут. Видно, что это когда-то подмазывали. Но все-таки 2015 год. 46 тысяч 162 рубля ценник автомобиля. Здесь Volkswagen Polo. Polo рестовый. 1.6 бензин. 2018 год. 102 тысячи. 103 тысячи. Заявлен пробег на механике. 37 тысяч 400 рублей. Ну что, перешли на другой ряд. Здесь уже немножко другой сегмент. Но тоже пробежимся, поспорим. Наверное, самый дорогой автомобиль здесь, который продается в автосалоне Atlant M на Боровой. Это вот этот Lexus RX. 2 литра бензин. 2022 год. Вот 30 километров заявленный пробег. То есть, по сути, автомобиль без пробега. 277 тысяч 904 белорусских рубля. Без малого 100 тысяч долларов. Там 97. Ну, смотрите, курс, как я уже сказал. Ну, что называется. На светлом кожаном салоне. Вентиляция. Но, смотрю, ни панорамы, ни люка нету. Наверное, для такого автомобиля это все-таки, может, не сильно большой. Но для кого-то будет, безусловно, минус. Но, с другой стороны, автомобиль практически новый, без пробега. 30 километров. Здесь Geely M Grand X7. И что тут у нас? Ну, вот здесь вот какая-то рыжня видна на внутренней части арки. Ну, легкая рыжня. Ничего не буду говорить. На автоматические коробки передач. Ну, вот здесь вот можно видеть, рыжики такие. То ли это ототрется, то ли нет. Ну, в общем, 19-й год, 2 литра бензин, 44 тысячи заявлен пробег. На автомате 50 тысяч белорусских рублей за него просят. Ну, кстати, еще так смотрю, для Geely M Grand. Ну, да, 19-й год еще выглядит бодро. Но встречал я 18-х годов, 19-х Geely M Grand, и когда вот в местах скола прям уже жуки начинали лезть. Здесь Nissan Qashqai, 14-й год, 2 литра бензин, 125 тысяч заявлен пробег, автомат 52-300. Просят за нее. Ага, жирная комплектация получается. Да, на панорамной крыше, на полной панораме, на коже, на автомате. То есть, прям для Qashqai комплектация очень даже ничего. И вот можно видеть, как вот эта вот алюминиевая накладка, это как допы, наверное, она идет. Как она окисляется. Ну, 14-й год, 9 лет автомобилю. Здесь Geely Tugela на кожаном салоне на автоматической коробке передач с панорамной крышей. 21-й год, 78-79 тысяч заявлен пробег, 2 литра турбобензин, 248 лошадиных сил, 100 тысяч белорусских рублей. Вот что касается новых Geely, сейчас проблемы. Если еще Tugela вы новую сможете купить, то, например, бюджетный Gilliam Grant, я думаю, маловероятно, что вы сможете приехать и сразу купить. Потому что в наличии, наверное, есть перебои. По крайней мере, немного ранее так было. Если вам интересно, можно сделать видео, можем сделать, пишите в комментариях по бюджетным новым автомобилям, которые сейчас продаются в Беларуси. Поездили бы по большому количеству автосалонов и показали бы самые дешевые новые авто. Рассчитали бы на некоторые из них кредит, лизинг. Если вам интересно, пишите в комментариях. Здесь еще один Gilliam Grant X7, 2 литра бензин, 2019 год, 62 с небольшим пробега, тысячи. Автомат 47 тысяч белорусских рублей, ровно. Все, блин, а я как к Gilliam подойду. Все, хочу посмотреть какой-то подвох, где-то коррозию. Ну, потому что бывают даже вот такие, 19-х годов, и уже, пускай мелкие нюансы по коррозии, но они присутствуют. Так, этот без цены. Здесь Sandero Stepway, 19-й год, 1,6 бензин, 82 лошадиные силы, 65-600 пробег, 41 тысяча белорусских рублей, ровно. Хорошая относительно комплектация, с большой магнитолой. Ну и также давайте, все-таки я начинал с коммерческого транспорта, с буса я тоже говорил, что здесь есть. Форд Транзит, 2,2 дизель, 303 тысячи заявлен пробег, 2016 год, на механике 80 792 белорусских рубля. Ну, видно, что он красился, перекрашивался, я вот вижу по шахрени, не знаю, как камера передает, но это все видно. Пассажирский, вроде это красилось, это красилось, весь бок красился. Вот жопа не похоже, что красилось. Вот такое ощущение, что весь бок, может что-то здесь и было. Ну, в любом случае, элементарно, если вы решили там удаленно или думаете ехать, не ехать за каким-то автомобилем в какой-то город. Я, как уже сказал, была реклама в начале видео. Под видео в описании, в закрепленном комментарии, там ссылочка на подбор белорусский. Ребята работают по всей Белоруссии и разово могут осмотреть автомобиль в любой точке. Стоит это примерно 90-100 белорусских рублей. Осмотреть автомобиль практически там можно и в Бресте, и в Гомеле, и в Гродно, в Минске, в общем, везде. Здесь Ивека Делли, 21-й год, 3 литра турбодизель, 32 с половиной тысячи пробега, механика, 161 576 белорусских рублей. На тканевом салоне. И еще один Форд Транзит. Тоже пассажирский, не грузовой. По цене 2020 год, 2,2 бензин, это уже бензин, не дизель, на механике, 151 тысяча с половиной пробега, 103 232 белорусских рубля. Он за такой вот Форд. Ну, смотрю хотя, что вроде какие-то джили появились, не знаю. Так что, господа, вы пишите под этим видео в комментариях, если вам интересно, сделали бы целую серию. Заехали бы в автосалон джили, фольксваген, рено, лада, там, ну, по всем автосалонам прокатились бы. И сделали бы несколько серий по, ну, что есть в наличии по новым автомобилям, бюджетным. Кредиты, лизинги на каждом автосалоне постарались бы рассчитать. Ну, а на этом все. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал, если вы не подписаны. Всем удачи на дорогах, всем пока.